Неделю болел сильно, а сейчас я ещё не пробовал говорить. Привет. Ещё говорить не пробовал, сел сильно голо это неделю. Я неделю вообще ещё ничего не говорил. Ах ты, вот это да. А что было у вас, кризис опять? Очередной. Об этом даже говорить не хочу. Ой, господи, помилуй. То есть вы вообще почти ничего не ели, ничего почти, да? Неделю, пожалуйста. Неделю, да ещё не прошло, у меня ещё сильно болит всё. Сегодня воспаление идёт внутри чего-то. Господь не берёт меня никак. Я уже думал, ну вот, ну наконец, ну может быть, а никак всё. Да я хотел... Господи, ну может, я говорю, господи, ну может, на Пасху меня... Прибрать? ...вместе с тобой воскреснуть. О, какой вы хитрый, сразу в рай хотите. Ну а он как, иначе... Пятнадцать, зря я страдал, что-то. А, ну да, вы уже мытарство все прошли, мне кажется. Ну, ну да, ну вы ж потерпите, я вас причащу, даст Бог, после Пасхи. Привет, матушка. Здрасте. После Пасхи постараемся поехать к маме туда, ну может быть, на второй, посмотрим там, как получится. Я там... И заедем к вам, причастим вас, даст Бог. Так что давайте, дождитесь, где причаст... Причаститесь, как мы... Чё, Господь-то молчит, не говорит ничего, я думаю, он не собирается меня забирать. Ну вообще, вы вообще какой-то, я не знаю, я ещё раз поражаюсь. Я сегодня вот сейчас, мы со службы только пришли, сегодня четырёхдневный лазарь. Для меня это, я вот обдумывал, что является-то для православного четырёхдневный лазарь-то вообще. И говорят по традиции, он, ну по преданию, говорят, что он после того, как воскрес, он был очень серьёзным человеком. Он никогда не говорил о том, где он был, он никогда не говорил людям вообще ничего. Но он стал епископом, он прожил там совсем недолго, но в том смысле, что он стал совсем очень серьёзным. Он никогда почти не улыбался, почти никогда не улыбался. Он один раз и смеялся в момент, когда на рынке... Народное предание гласит о том, что святой лазарь все 30 лет, которые он прожил после своего воскрешения, был серьёзен и не смеялся. Также говорится, что он улыбнулся только один раз, когда увидел некую женщину, которая украла глиняный сосуд. И это событие прокомментировал так. Глина крадёт глину. Поэтому видно, что он где-то побывал в таких местах и видел такое, что... Да, там, как говорится, не до смеху ему было явно. Смеяться не на чем. Не на чем, да. То есть, когда душа проходит всё это, то там... И он... Четыре дня уже всё он... То есть, он уже, по сути... И... По сути, уже Господь его как бы... Он уже всё, ушла душа. И тут Господь ему... Меняет план... И возвращает его. Он же в ад спустился. Душа всех спускалась в ад. Всех. Тогда... Тогда и праведных, и неправедных всех спускалась в ад. И только на воскресенье Господь взял их из ада. То есть, и ад содрогнулся, потому что оттуда было выведено праведные люди. Представляете? Они сидели со всеми там в аду в этом, да? Они говорят, а вот вы что праведные, вот вы там были праведные, вот теперь с нами сидите, как в одной камере, да? Знаете, это... Ад я себе представляю, ну, по Льюису. То есть, я доверяю его вот этому описанию. То есть, мне вот это ближе, когда Господь предлагает вот этим душам, как бы, утвердиться, укрепиться, то есть, проявиться. То есть, как бы, как же он говорит словом одним, уплотниться, вот, предлагает. А люди не понимают, что это такое. То есть, ну, душа, она вроде душа, она, ну, как, я не знаю, как ты, как это, ну, прозрачная такая невидимая оболочка, субстанция. А Льюис это описывает, как бы, приходят ангелы и предлагают уплотниться этой душе. То есть, надо в Христа как-то поверить, вот, и стать плотнее. А чем больше там начнешь веровать, и ты приблизишься ко Христу. А насчет рая, это я, вот, Господь предал, допустим, ну, вкусить самую, самую, ну, я не знаю, там, частичку какую-то минимальную. У меня тоже был сон такой один. Ну, и этот сон, это вообще, я не знаю. Его рассказать, он, конечно, не особо так впечатлительно, это надо, конечно, самому прочувствовать. Это, в общем, а что вкусить? Вкус, вкус райских плодов. Стоит перед каким-то подвальчиком. А такой подвальчик сказочный такой, он такой малюсенький, может, метров 12 квадратных внутренних, надо спускаться, как погребок какой-то. Вот, и я спускаюсь, видно, в этот погребок, и там за стойкой стоит, как бы, продавщица, вот, я не помню, кто там был, у него пару столиков стоит таких для людей. Вот, и мне подносят, значит, такое, а я и так и не понял, что это то ли пирожные, то ли конфеты, то ли фрукты-то какой-то, это непонятно, что. Вот, и мне предлагают попробовать. Вот, и я откусываю кусок этого, вот этого яства этого, вот, и все. И я этим вкусом, вот, который, какой на вкус это оказалось, я всю ночь лежал, и, ну, как бы уже в полусне в таком, я думал, как бы это не потерять этот вкус, память этого вкуса. Ну, мы помним вкус яблок там, вкус конфеты, да, и я только думал о том, как бы не потерять, как бы не потерять этот вкус, то есть, меня это ошеломило вообще. То есть, что такое рай, если, если нас вот какое-то, вот, небольшое предвкушение вот этого, да, мы поражаемся просто. Это как, когда мы туда попадем. Ну, вы забыли этот вкус или нет? Конечно, я наутро забыл. Ну, это было, это необычайно было, это вообще, ну, я вот аж проснулся и стал думать, только бы не забыть вкус, только, а он постепенно от меня отходит, отходит, отходит. Я думаю, что, почувствовав это, вам просто Господь дал это, чтобы вам ничего больше другого не хотелось. Если сейчас вам дали это вкусить, все, вы, знаете, только будете ждать этого вкуса, вы только будете ждать этого, еще раз попробовать это состояние. Вот святые так они и были, они вкусили райское чувство, и потом плакали, о чем плакали, почему Господь снова не дает этого чувства. Это, можно сказать, вкус рая, и они почувствовали Божью вот эту благодать, райский вот этот вкус, а потом мир все захватил, мир захватил. Настолько сегодня мир такой вот, он разнообразный, и он, то есть он, он, конечно, он влечет, привлекает, и не хочется ни умирать, ни менять на какую-то другую жизнь. Вот в этом-то западня, западня стоит сегодня одна. И поэтому вот этот прогресс наш нынешний, он, он, к чему он ведет-то? Он ведет к тому, что я не хочу умирать, я хочу здесь быть, мне здесь хорошо, у меня тут все удобства, все условия. Хочу ролик сделать, не знаю, с кем подвести этот ролик, ну, в общем, о том, что все вот это вот от изобретения, вот именно от изобретения колеса и железа начался прогресс. А именно колесо и железа предложил людям сатана. Я в это верую и в этом убежден. А знаете, пословица мне понравилась, говорят, пищу придумал Бог, а поваров создал дьявол. Правда же? Надо ведь так интересно, да? Я вот старые фильмы еще смотрю, да, еще вот 80-х годов там, ну, в деревнях как ели люди. Ну, раздельная пища, лежат там помидоры, огурцы отдельно в тарелке, да, там хлеб кусками нарезанный, пусть суп там, куски мяса, да, вот, и все по раздельности. А сегодня вот как-то настолько все изборотили это, вот это в мешанину все превращают. Еще же 30 лет назад так люди даже не питались. А вы знаете, это... Согнали людей, города согнали и научили по-своему. Не, вот это превратили все в микс, все в микс, все смешали. А организм, он как, ему приходится, представляете, вот пища, да, она попадает в желудок. Потом начинается отбор, отбор, то есть желудку приходится все отщеплять, расщеплять, то есть сколько ему приходится трудиться, а еще и водой зальем, то есть надо еще высушить воду. Простой пример, вот салат многие делают, огурцы, помидоры, а на самом деле для огурцов нужна кислотная среда для переваривания, а для помидоров нужна щелочная среда. Желудок не может вырабатывать две среды, он или ту среду, то есть одна среда переваривает, а другая, значит, это все химизирует, оно протухает внутри человека. Да, идет не процесс, а идет процесс гниения, почему, на самом деле. И потом эти запахи все эти, конечно, не состыковка еды. Раньше, я знаете, нашли, это вот прям недавно, короче, археологи нашли рыцаря, рыцаря, он там телом прям сохранился, там какая-то такая была почва специальная, что он сохранился. То есть у него сохранилась там, как мумия, и у этого рыцаря, а этот рыцарь был не из бедных, у него там даже шлем даже какой-то сохранился, что там какой-то даже герб его. Но самое главное, у него в желудке была пища, пища, которую он ел, представляете? И эта пища, думаете, там, эти рябчики, там, как-то, нет, простая каша, простая, односоставная каша, представляете? И в этом прям было удивительно, богатый человек такой, опитался обыкновенной кашей. А я вот рассказывал мне этот человек, он говорит, мы, говорит, отцу носили в поле еду. Я говорю, а вот он там работал, там пахал на поле, они, как дети, бежали ему, там мама приготовит что-то, еду какую-то. И говорит, что приготовит? Хлеб и крынку молока, там отрежет пол хлеба, он там три куска этого хлеба съест, ну таких, кломтя таких, даже ломтя отломит, съест, молоком запьет, и все, это обед. Ну, говорит, в лучшем случае, иногда картошку сварит, и лук положит свежий, и все, вот и вся еда. Так и есть, я вот, там, ко мне матушка подходит, да, ну даст какие-нибудь фрукты, там, допустим, яблоки, там, клубнику, да, все, я, ну я поел досы-то все. И она тут же, через полчаса, ну ты что, есть-то будешь? Я говорю, так я только что поел. Она говорит, да что это за еда? Ну так, как правило, она же, все так и говорят, что это за еду не считают, как бы десерт, да? Вот насколько вот разнообразнее мы вот эту пищу свою. И поэтому, поэтому сегодня, посмотрите сейчас, три холодильника у всех стоят, три. И в каждом холодильнике забито все, и все, и пища такая, заходишь, такие пять-шесть блюд. И поэтому, конечно, мы все эти вкусы, и мы, и мы уже, мы, нам тут сладко живется. Мы, вообще, я говорю, вот, так что мы очень, мы находимся, с одной стороны, в очень такой сложной ситуации. Нам приходится, можно сказать, добровольно отрекаться от такой еды. Покоряемся для большего, что мы потом готовы в раю покоряться Христу. То есть во всем, что мы сейчас здесь испытываем, мы себя где-то, может быть, искусственно отрезаем, там, от такой какой-то пищи, который нам Господь не то, что запретил, но просто говорит, ну, вот сейчас, через час, пока это не ешьте, пока это не вкушайте. Это пост уже, а мы, а мы-то что, мы просто должны это просто спринять как вот, как послушание. Вот это есть послушание. Это даже не то, чтобы для рая, это больше для земных условий. Мы живем просто сейчас в отрезок времени, вот такой столетий, слишком мы вот, как бы, расслабились. А во все времена, моя бабушка даже, она все время и учила, и детей, и внуков своих, чтобы готовить все впрок, чтобы обязательно были впрок продукты где-то какие-то, если нет подвалов, где-то делать схроны какие-то. Вот, потому что дни эти настают они мгновенно, когда пропадает вот эта вся еда, пандитизм какой-то. И как раз они себя готовят, потому что, я же говорю, сегодня далеко не каждый. Да и не то, что далеко там, я не знаю, один, может, из тысячи три дня не сможет, сможет не есть. А народ-то не способен к этому, у человека даже в голове не укладывается. Я сам это прекрасно вижу, что человек дня не может без еды прожить. А вот как раз и будет, и будет время, когда скажут, вам хлеба, как ты будешь купить хлеб, поклонись мне, ты же знаешь, надо же детей кормить своих. А все через что? А все через желудок, все абсолютно. О, желудок у нас становится, божеством становится желудок, абсолютно верно. Желудок это, мы, попробуй нас сейчас посадить, да, на три дня даже, на кашу. Да мы взбунтуемся, тело наше взбунтуется. Мы так будем брыкаться, как тельцы эти откормленные, чтобы нам не додали что-то, представляете? Я, кстати, от этого немножко так, у меня есть такая немножко скорбь от этого, что мы не приучаем детей к какому-то даже, не то, что там голодать, нет, к какому-то скудной пищи, чтобы довольствоваться сухарями какими-то. Я говорю, вот в детстве, что я вспоминаю, мы же на сухарях жили, были такие довольны, обглодаешь это в кармане, он лежит тебе там полдня. Ты лежишь, кусок хлеба схватишь, солью его посолишь. Посыпешь и пошел дальше, да. То есть вот это была простота и простоте еде настолько, что грязный там сухарь, который у тебя в кармане лежал, ты обглодаешь такой вкус, такой вкусный он тебе кажется, что вкуснее ты ничего не ел, и ты был всему доволен. Мы ели, мы ели все, мы детьми были, я помню, под кожей, под, что под ногами было все ели. Маслены, маслены созреют, мы их слопаем, с эти, зеленые абрикосы, мы опять их слопаем. Конечно, там потом у нас, ну в том смысле, что мы, мы даже домой-то не шли, из-за чего, потому что даже дом, то есть у нас дом-то особо тоже не отличался там, ну суп простой там какой-то, то есть картошку пожарить, то есть все очень просто было. Я говорю, с одной стороны, мы жаждем сейчас этой хорошей жизни, сытой, чтобы нам там вот правительство там обеспечило богатство, чтобы мы стали все самодостаточные. И говорю, к чему приведет наша самодостаточность? К чему она приведет? К полному отрицанию Бога. Вот она к чему приведет самодостаточность. Еще присутствует одно нарушение заповеди. Господь сказал, будете питаться в ходе лица своего. Вот, а сегодня, я вчера, или сегодня смотрел ролик, есть там проповедник новоиспеченный один, вот, и он говорит, о, там море, земляники, все, а ее влом, говорит, собирать ее. Я вот свое детство вспоминаю, когда мы молодые, ты нам только покажи эту землянику. Где? Где? До чисточки вычистим там все, до ягодки соберем ее. Вот, а это поколение все, оно уже отучено работать. Как бы даже своих, я вот сейчас там разговаривали по поводу образования. Я говорю, ну да, образование детям. Мы можем, конечно, сегодня создать там условия. Ну, как можно создать условия? Когда родители, родители сами портят своих детей, дают им все, что они хотят. То есть, не воспитывают никакого терпения. Слово терпи, потерпи, почти нету в лексиконе. А терпи, это вообще самое, самое, это должно быть главное воспитательное слово для ребенка. Потерпи, я есть хочу, ну и что, что ты хочешь. Всех хотим, жди обеда. Терпи, там это терпи, это больно, терпи. Вот терпи должно быть... Об этом, об этом, об этом Игнатик еще говорит. Это в Японии есть целое учение. И называется оно, забыл, вылетел из головы название, но когда ребенка именно приучают, вот именно к терпению, вот в таком, к самурайскому терпению, вот. И когда, допустим, мать приводит своего, а, вспомнил, называется слово канзек. То есть, ребенку говорят канзек, и все, ребенок должен замерить и терпеть. Там, я не знаю, до слез, но молча все, претерпевать. Вот целое учение, понимаете. Нет, тут немножко, тут немножко, вот что японцы, это истязательство. То есть, мы не должны истязать ребенка. Вот это ключевая разница, истязание, истязание, и на самом деле терпение необходимости. А другое дело, просто я истязаю ребенка, просто терпи. Вот я, может, создаю, на, на. Не, ну как, она, она привела его к стоматологу, его надо посадить, вылечить ему зуб. А, ну это да, это да, да, да. Я, я это, вот с этой женщиной не знаю, что мне с ней разговаривать. Я просто вот сейчас, если мне надо... Да есть, что она, женщина, она подыскивается тоже. Она, ну как бабе и басне вот эти начнет рассказывать. Сейчас, сейчас она начнет там про десятину платить, не платить. Вы ей подтвердите, она сейчас ищет доказательств, чтобы не платить ей десятину, понимаете. А-а-а. У нас никто не платит. У нас никто не платит. Вы скажете, у нас не платит, не надо платить, не надо. И возьмите грех на себя. Нет, я не возьму грех. Я скажу, что у нас не платят. Я, чтобы переломить эту систему, я, мне кажется, я не смогу. Я сказал, говорю про десятину. Ну, приходят, покупают эти свечки. То есть, никто не... Это, если бы я бы открыл бы свою церковь, да, где-то там, рядышком, и начал бы так говорить бы, все, конечно. А то у меня, у меня первый, кто мне по башке даст? Мне по башке даст епископ. Все. Ну, это там батюшка все сделал. Это его всяк, церковь, он так построил. Да, вот и Лапкина тоже у меня. Потому что у меня где-то и везде не платят. Ну, нет, понятно, нет. Я согласен, я не против. Я вообще считаю, что если бы церковь была в десяти, навелась бы, то вообще много проблем бы решено было. Очень много. А эти проблемы сейчас очень серьезные. То есть, платить за газ там, за все. Если было бы... Я это никогда не скажу, что не надо платить. Я всегда, наоборот, говорю, надо платить. Я вот, знаете, как думаю, мне часто такое приходит в голову. Я вот думаю, знаете, священники должны к себе задать первый вопрос. Такой вот каждый священник должен спросить у себя, почему сегодня в этом у протестантов такой приток людей, и причем людей, которые интересуются, которые желают знать Слово Божие. Чем они их туда... Чтобы потом их не вытянешь, человек оттуда. Почему в православии это недостижимо? А я, вы знаете, я знаю ответ. Я считаю, что церковь, малое стадо, все равно малое. Оно никогда не будет большое. Не бойтесь, малое стадо. А малое стадо, оно всегда было. И церковь, вообще, я сам пришел в эту церковь. Меня никто не тянул. Я сам, вот меня Господь привел, сам привел. Своё время привел. Я прошел эти сектанские все круги, так называемые. Я накушался всех этих капустников, всех этих вечеринок, гитар, вот это веселье вот этого необузданного. Я все это поел. Поэтому приведет Господь. Своих приведет. Мои знают голоса моего, идут на голос мой. И придут. Поверьте мне, и тут я даже, знаете, я даже не боюсь об этом. То есть вы непризванные священники совсем не берете в расчет, что сегодня священство, по наставе, не пойми, что это за люди. Да, это я согласен. Я согласен, что сегодня священники многие не выполняют. Это больная тема. Это больная тема, которой вот мы с батюшками собираемся, как у нас тут. Но я нашел себе, как сказать, единодушных священников. Мы общаемся. И пользу мне приносит именно общение с такими. И каждый занимается и миссионерской какой-то деятельностью, и в школе, и там, и везде, и везде. И я считаю, и я по своим силам тоже это делаю. Что, какие плоды, я говорю, Господи, я не знаю, ты сам все знаешь. И я делаю все, что я могу от себя. Видите, как относительно малого штата. Малое штата, допустим, на земле, когда, ну, посчитали так, что в те времена, в времена Креста на земле была, была же перепись, да. И, ну, около 250-300 миллионов жил человек, да. Малое штата. Вот опять же, сегодня 7 миллиардов на земле живет. Не знаю, может, там через 10 лет будет 10 миллиардов жить. Относительно малое штата. Малое штата вот сегодня. И сегодня на сегодня и 500 миллионов, это малое штата. Но где они, эти 500 миллионов, вот если у любого сейчас священника спрашиваешь, да, у тебя верующих-то много людей. И что, 1, 2, 3, приход на это на 300, на 500 человек. Ну да, ну, вы знаете, я думаю, что тут тоже объяснимо. Потому что в храм, приходить в храм молиться, это очень сложно. Это трудно, это трудно. Молитва, молитва, это трудно. А прийти попеть песенки, поплясать, что здорово. Еще там, что-то там, там, покричать, там, то есть, как-то себя, себя как-то показать, там, себя, это хорошо. А молиться сложно. И поэтому молитва всегда труд, большой труд. И поэтому всегда мало. Но у меня, слава Богу, вот я не знаю, у нас приход пока сейчас, вот каждую неделю у нас, ну, вот, много народу сейчас ходит к нам. Почему? Потому что, ну, не то, что это я там какой-то. Я просто стараюсь людей не отталкивать с какими-то трудностями, наоборот, укрепляя их в малом. То есть, вот их немалые порывы, все-таки надо их, эти порывы, благословлять. Благословлять, потому что мы, когда я там создавил, состал, начало там строго. Народ, то, не то, что перестал ходить, они, ну, просто не потянули, времена недобоносимые. И я, ну, как-то потихонечку по-другому стал, потому что Господь показал, что я немощный. То есть, у меня нету... Когда у меня была благодать, там Господь меня призвал, там я, я там молился, там трудно, там вообще мне было все просто. А потом-то время пришло другого, познать свою немощь. И вот это познав свою немощь, я не то, что я там стал там... Нет, я стараюсь все-таки воспитывать, я стараюсь каждому все-таки что-то сказать, что-то сказать назидательное, чтобы не просто там пришел, а, ну все, прощаются те грехи. Нет, все-таки каждому давая некое все равно наставление. Вы можете и не говорить, я знаю, что вы ревнуете об этом. Мы вообще говорим о состоянии сегодня... Я вот хочу подвергнуть, что да, православная церковь, она церковь сильных людей. То есть, а кого вы хотели предать анафигу? Есть, Люсь, не конкретно я, я бы хотел просто... Ну, это громко сказано, конечно, анафигу, ничего себе, это кто такой может сказать сегодня в наше время, да, сегодня у нас не времена инквизиции, это... А вообще я по поводу этого... Помните этот Дмитрий Кузнецов, ну вот молодой тут парень, ну, со мной он приезжал ко мне в гости, вот такой... По-монашески живет он там. А, ну и че, и че? Ну и че, ну и он там начинает такие перлы заворачивать, и что самое главное, собираются вокруг него женщины одни, вот. Как это самое, как змей Еву обольщал, и вокруг него вот эти женщины книгу собрался писать. В общем, а книгу какую он хочет писать? Он хочет взять из Библии, значит, ну, сотворение мира, да, вот Ветхий Завет, допустим, вот такие вещи показать вообще человеку, ну, как бы скомпоновать книгу в такую брошюрку маленькую, то есть взять, ну, то есть Христа вытащить из апостолов, там многое выбросить, не нужно ничего, и из апокалипсиса, там немного окончаний, понимаете? Но вот с этим Евангелием он хочет идти и проповедовать. Ну, это уже у него новая религия уже, у него новая религия. Ну, вот, но это надо, там, смотрите, он что творит, там вообще кошмар, я людей уже не знаю, как от него спасать, но эти люди прислушиваются все равно, а по факту одни женщины, представляете, вот как собираются, вот они как магнитом их тянут, со всех странно, и он деньги просит, и присылают ему там и видеокамеры, и фотоаппараты, и деньги шлют, и давать имена обучения, то он православный, то он неправославный, то он причащается, то он не причащается. Нет, я вам тот раз еще говорил, что он человек без страха Божьего, у него нет страха, даже дерзость такая, и как он разговаривал с Игнатом Тихоновичем, это непозволительно. Как бы там, если я там не был согласен с Игнатом Тихоновичем, я никогда не позволю его так с ним разговаривать по-хамски. Поэтому это первый признак уже какого-то помрачения. То есть я, опять же, не сужу, это просто вот по факту, то, что я его... Я слышу, что он как-то невменяемый. То есть он не хочет вот эти его усмешки, вот это хохо... То есть он, я не знаю, он как-то ведет себя даже неадекватно, а он не слышит ни замечаний, ничего к себе. То есть вообще такая душа уже... А он тем более сейчас еще в прелесть войдет, сейчас женщины его начнут еще со всех сторон хваливать. А он женщин уже называет, вы эти самые... Как и жены мироносицы мои. Вот, то есть он так уже их мироносицами назвал, они рядом с ним якобы... Ну все, это он уже новый этот, как его... И сырье он... Сергей Торуб. Сергей Торуб, да. Вот он, вот что-то такое, но у него не хватит, я думаю, духа такого, чтобы прям создать там... Ну, где-то он... Ну, знаете, женщина создание такое, я говорю, сама обманываться рада. А он тем более там говорит такие вещи, там... Экзальтированность немножко такая присутствует... Я... это... Такое... 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 Экзальтированное такое... И он говорит то, что им где-то... Ублажает их этими словами. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Причем откуда это все пришло? Ведь это ж понятно, он сам этого не скрывает. Он понамарил долго в Бутуриновском храме. И у него вот эта экзема... Ну, видимо, от боли он такой нетерпеливый. Терпеть не может боли. Он входит в такое состояние. Начинает гневаться, пуйствовать. И он прямо в храме в один из вечеров с ним произошли опять боли. И он стал Бога проклинать. В общем, он начал на него матом говорить. И говорит, иди сюда, я сейчас повешусь тут или зарежусь. Он прямо в самом храме стал это делать. А это как у Иова. Помните, когда к нему женатка зашла и говорит, похули Бога и умри. Ну, то есть, она предложила и закончила жизнь самоубийством. А, видимо, с ним вот это тоже произошло. Похудел Бога, но руку на себя поднять не смог. Хулата на Господа какая была. Он, говорит, он матом на Бога говорит. Помрачился уже, значит. Нет, он в прелести находится. У него там и глаза блестят, и он весь такой... И весь он как бы в духе находится. У него такая возбужденность какая-то у него присутствует. Значит, он где-то... Какая-то сила ему дается. Значит, какая сила, значит, что... Или от духа... То есть, два варианта. Духа Святаго, или от... А раз он... Говорит-то, как умел. Он же, ну, там все. И отцов знает, и Евангелие там на еду все знает. Вот. А в своем разговоре, понимаете, как он делает? Вот он даже отцов, вот, читает, вот, недавно начитывал. И он свои комментарии, вот, комментирует все по-своему. А комментирует по-своему. То есть, он как, он берет Евангелие, да? Он выдергивает оттуда Христа, как личность. Все остальное он выбрасывает, вообще ему не нужно. Все остальное это бред. Он говорит, это выдумки апостольские. Вот. Одного Христа вот любите, всем все прощайте. Вот так и спасайтесь. Понимаете? Ну, тут вообще ничего не поможет уже. Тут, я думаю, просто оставьте его на Бога и все. А что делать? Молиться за Бога? А что еще? Я вот не вижу ничего, что можно. Какой можно сделать шаг? Мне кажется, он пока в какую-то ситуацию такую не попадет, Господь его не... Пока он не очнется от этого своего вот этого состояния. Это бесполезно. Каким образом Господь его приведет в себя, я не знаю. Но вы молитесь за него. Ну, так и скажите ему. Я боюсь, брат, ты попадешь просто в сети. И такие сети, что потом не выпутаешься никогда уже. Может, сейчас остановиться тебе надо немножко как-то не идти этим путем, потому что это похоже, что все, это новая секта. Новая, новая открывается эта. А он, а это же, а это же как здорово, да? Сейчас его поднимут на бабы, бабы поднимут сейчас на щит. И он все... Ему пьяный какой-то позвонил, да, один сказал там, вот ты так здорово, я засыпаю под твои ролики, ты так здорово говоришь. А он пьяный, прям голос пьяный такой из Москвы какой-то позвонил. Вот, и все. А он уже все это схватил быстро. Да и вот все обо мне говорят, что я такой хороший там начитывальщик. Все, я такой... И все. Моментально подхватывает вот эту вот всю дусть. Ну, это всегда тщеславие. Это самое тщеславие, которое, к сожалению, с ним бороться очень сложно. Как только одна похвала, и наша душа сразу о себе что-то там... Поэтому, ну, вот с этим ты отцы, отцы-то и борь. Это дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашьми. Дух же целомудрый, смиренно мудрый, терпений, кротости, дай мне рабу твоему. Молитва Ефрема Сирина очень хорошая. А я еще вот думаю, раз ночью тоже лежу, не сплю. Ну, я вот думаю, почему человек не понимает, да? Ну, я, казалось бы, я говорю ему, да, как есть. Вот, а он не понимает. А я потом... Ну, я не знаю, от Господа это было, или, может, сам своим умом догадался. Почему человек не понимает, когда его обличают? Ну, полюби, да? Вот, потому что он сам этого не может делать. То есть, если он осуждает, то он осуждает. То есть, он уже злобствует на человека. И он думает, что и другие так же поступают. Он себя примеряет вот на их место, понимаете? Поэтому он не может осознать, что такое обличение. Потому что он этого, как бы, не достиг этого чувствования вообще. Ну, если вы понимаете, о чем говорю. Ну, да, да, это обличение вообще принимает человек уже, который на самом деле православный. То есть, он принимает обличение. И обличение, даже любое, и зависит от степени, ну, можно сказать, человека. Чем ближе он к Богу становится, тем для него обличение становится, как, можно сказать, как лекарство. Как елей. Как елей, абсолютно верно. Стремитесь, Экклесян сказал, да? Стремитесь, не кто тебя хвалит, а тот тебя ругает. Стремись к этому, потому что от него ты душу спасаешь. А тот, кто хвалит, душу твою губит. Вот, ну, это же все написано. Нам нужно просто взять это все на вооружение и взять это все в оружие. Потому что я когда говорю ругают, ну, поругайте, да, даже, пускай не конструктивно. Ну, одно дело, просто, ах ты там, и ругательство. Ну, хорошо, ты хоть ругательство сказал, а потом хотя бы возьми и напиши, а в чем у тебя ко мне конкретно, в чем ты увидел со стороны, ты со стороны меня видишь лучше, напиши. И я, как бы, я даже этому рад. Потому что я привыкл, у меня батюшка мой, который меня воспитывал, он уже, ну, как сказать, меня вначале кантовал, как сказать, очень мягко, так все прощал мне. А потом прошло время, когда он начал мне, даже я там все хорошо сделаю, он начинает, да какой ты, да тут вообще еще хуже, да это вообще, это не работа. Как я там весь, я весь выложился. А он потом мне говорит, вот ты смотри, ты сделал это для своего тщеславия. То есть ты, чтобы тебе похвалу, чтобы тебя похвалили. Ты не Богу сделал, ты себе сделал. То есть ты даже, ты думал, что ты сделал идеально. А как только тебя поругали, ты превратился в кого сразу? В демона, по сути. Я на самом деле, у меня, аж меня там, аж всего у меня вот так перетрясло. Удивительно. Но столько много у меня самолюбия было, что я до сих пор, я не могу сказать, что у меня сейчас его нет. У меня его много. Но я уже знаю, я знаю, как оно пахнет. А я знаю, от чего, как оно у меня начинает во мне играть, это самолюбие. И когда ты сам себя начинаешь стягать, можно сказать, розгами такими, по своему этому самолюбию, сам стягать себя, потому что ты не будешь сам себя стягать розгами, то тебе Господь даст такого человека, который будет стягать тебя. Мало того, если ты этого человека не послушайся, Господь даст такую ситуацию, что тебе уже деваться некуда будет. Потому что Господь, если любит тебя, если хочет спасти тебя, Он будет тебе, на тебя все будет наваливаться. Поэтому ищи человека, с которым тебе с тобой честно разговаривает, который говорит тебе, это называется так, а это называется так. Поэтому к такому и стремись. А те, кто говорит, ой, какой ты хороший, какой ты... Ну, похвалить надо, но похвалить по делу надо. Чтобы человек видно, что человек, например, падает духом, его надо похвалить. Тут надо, конечно, похвалить. Меня родители воспитывали, они вообще, ну, в основном отец, но и мать тоже так же, что ты никакой, ты ничего не умеешь, ничего тебе не дано в этой жизни. То есть вот так вот забивали, понимаете. А это стало как бы таким толчком, чтобы в жизни я смог доказать именно родителям, что я не такой, как вы обо мне говорите. Вот, и я достигал всего вот именно благодаря... Хотя они-то воспитывали совершенно иначе, сказал им бы упасть в грязь лицом и реветь лежать, да? А я возьму там сапоги какие-то новые порежу, чуть начну шить, там разберу мунитофон, там запчасти достаю, потом соберу половину запчастей, остается. Но я ко всему тянулся, то есть мне хотелось там и что-то и готовить, и то, и все, и там и с машиной, и с техникой, и со всеми делами, и по-женски, и по-мужски. Тут может быть другой вариант, понимаете, что вы начинали от противного идти, но опять же выходит, что вы доказали, ну и что, ну хорошо. Но вы-то все равно, у вас остается этот комплекс, комплекс, вот это называется навязанный комплекс неполноценности. Вы постоянно будете доказывать, что вы такой, не такой, вы не такой. И это постоянно будет вас как гнести. Вот это, это, кстати, называется, то есть, ну вы родители не выбирали, и поэтому родители, может быть, они даже сами того не осознавали, они это делают. Ну они как бы вроде воспитали, у вас вроде все получилось. Но навязанность вот это, там вот это, вот ты, то есть в этом смысле родители должны быть гармоничны. То есть они не должны, и ребенка, чтобы у него не было комплекса, и чтобы не было опять вот этого, должна быть вот эта середина, которую, кстати, надо найти в ребенке. Если ребенок слишком подавленный, его, наоборот, надо как-то его повышать самооценку. Даже, как говорится, в кредит его хвалить в кредит, чтобы как бы, кредит за кредит, чтобы он за этот кредит отрабатывал потом. То есть, мне так похвалили, такой трудолюбивый, а я, кажется, ленивый, нет, я сейчас потружусь. То есть, это все, это все воспитание, которое, кстати, к сожалению, потом мы только вырастаем, и мы все плоды этого воспитания на себе чувствуем. Ну, опять же, надо правильно родителей не обвинить родителей, сказать, ну, родители, кто их учил бы этому? Кто их сказал, вот вы неправильно там, сына, надо сына все-таки похваливать где-то, где-то немножко это. А я вот вообще сорной травой рос, мать вообще мной не занималась. То есть она в 14 лет у меня отчим был, и я сам себе был предоставлен. То есть свобода, свобода, свобода. У вас был контроль какой-то над... У вас там что-то... Телефон, да? У вас салтерь весь, да? Я вот сейчас деткам своим, у нас у меня детки там, мы занимаемся, в школу ездим, девочки. Но им интересно они пока. Я готовлю к семейной жизни. Я думаю, тем чем говорю там. Я... Ну, в семейной жизни, думаю, я говорю, нужен Христос. И нужна ваша голова. То есть ваша голова, это в смысле вы сами должны решать, где есть добро, где есть зло. Потому что все бывает настолько неясно, где добро, а где зло. С детьми надо, да. Со взрослыми сейчас уже, особенно с такими людьми за средний возраст. Это кто-то, по-моему, из Равин какой-то сказал, дайте мне детей до 4 лет, а потом делайте с ними что хотите. То есть до 4 лет ребенка вкладываются в фундаментальные вот эти знания, ну, и поведение, и вот что-то такое впитывает, что влияет потом на... Ну, как бы он дает ствол до 4 лет, от которого потом идут ветви. Да, это формирование души человеческой. А если душа формируется на этих словах, то это уже будет в нем укоренено. И это его спасет, его рано или поздно. Если он на самом деле это прошел правильно, его воспитали родители, то это воспитание ему помогает в течение всей жизни. Если ты научил ребенка, предположим, убираться за собой сразу, он будет всю жизнь убираться. Он будет уже... Это будет его в крови. Так же и здесь. Ты ему скажешь о Христе. Так скажешь о Христе, что в его душу это войдет, то он, может быть, не иметь еще будет себя Христа, но он уже будет знать, кто ты такой Христос и как его распознавать в этом мире. Бог везде может быть. Если ты будешь правильно, правильно ты сделаешь все. Там, знаете, это... Есть в Библии такое, мне понравилось. Вы знаете, не замечали? Такой стиль библейский. Там, пришел ангел Господень и сказал то-то, 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 то-то. Встал Иосиф, сделал то-то, 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 то-то. Потом это... Идет как бы божественное слово через ангела. Иначе я думаю, зачем эти строки? Могу было сказать, встал Иосиф и сделал все, как сказал ему ангел. Нет, они еще... А это же писать надо все вручную было, это не просто же. Это как сейчас, кнопка на принтер. А раньше все это вручную писали. И зачем это снова, это слово ему писать? И стал Иосиф, взял деву... Ангел сказал, возьми деву, младенце, деву, идите туда-то, там туда-то. Потом... И потом пишет, встал Иосиф, взял младенце, деву Марию, пошел туда-то и сделал... Прям как бы дублирует. Я думал, зачем этот дубляшник, да? Этот сказал у нас один батюшка, он занимается, филолог, он говорит, это стилистика такая. Ну, на мой взгляд, это вот мое чисто мнение, что как бы Господь, вначале говорит Господь волю свою, а потом человеческая воля. То есть человеческая воля, или она идет против, или она повторяет. И главное, надо повторить так, как сказал Господь, последовательность. А я, знаете, как думаю, это и есть программирование человека. Человеку нужно заложить программу в мозг четко. Да, один батюшка тоже сказал такое, это говорит, это как матрица. То есть матрица есть, матрица поступка. Да, 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 тоже такой был. Да, абсолютно верно. Господь, если ты Господа слышишь, то Господь тебе дает, как бы, пошагово дает тебе инструкцию, что сделать. Даже порой кто-то рассказывал, что ему приснился сон, и он во сне этом увидел, что ему надо делать в данной ситуации. Вот прям пошагово. Вот он увидел, и Господь, и он говорит, я проснулся утром, и услышал, как это мне надо поступить. И так все сделал, и главное, нет, я проснулся со спокойствием, что все будет хорошо. Я не помню, конкретно какой-то дед. Я сейчас расскажу, что это бывает и не от Господа. Это у меня дед был по отцовской линии, и где-то в 60-е или в 70-е годы бабуля от него закопала банку самогона где-то в огороде, или я не знаю, где там. Ну как найти? И он ложится спать, значит, с пьяным, просыпается с похвелья, а во сне ему сон, что показано место конкретное. Он встает, берет лопату, идет и выкапывает эту банку с самогоном. Да, но это он вошел в отношения с бесами уже, видать. То есть, если он выпивал, то он с бесами общался уже где-то. Поэтому, да, но клады, я говорю, вот один, это даже есть какая-то сказка, что одному, он говорит, он там просил стать, хотел богатым быть, и он сатане продал, дьяволу продал свой смерть, и даже что-то сердце продал, ну, короче, душу свою продал за это богатство. И он ему сказал, вот в том месте будет клад. То есть, сатана знает, где есть клад, он направит этот человек и даст ему тот клад, который даст ему власть, там, даст ему какое-то изобилие, но душу заберет. Все это можно... А та, конечно, мечта всегда так. Я помню, настолько я замечтался один раз в детстве, что я богатый. Я настолько реально вошел в этот сон, что я просыпаюсь, и у меня ощущение, а где же мои деньги-то все? Где мои... Настолько я увлекся этим сном, бывает, что у меня грань стерлась. Что был сон, а что реальность. Я на самом деле, я даже встал такой, так, где деньги мои? У меня были одни сны и мечты уйти куда-нибудь от людей подальше, или на острова куда-нибудь, или в джунгель, или в лес куда-нибудь, землянку и вырыть, и одному жить, с животными. И как у этого Высоцкого, да? И зарыться и завыть, как волк. А что-то у вас такое желание было странное. Настолько вы людей не любили? Я мир не любил с детства. Я не понимал этого, но я его не любил, мир. Заповедь исполнял Божие. Это не мое было, это от Господа вложено было, с самого рождения в меня. Чего себе. Я не знаю, у меня такого не было. Не, у меня, я, конечно, обмороченный... У меня к вещам ни в жизни, ни разу чувства не было, и привязанности вообще никакой. Я к вещам не понимаю, какую привязку к вещам. Ну, вы машину имели, ездили на машине? Ну, да. Ну, вот машину-то здорово же иметь машину. Еще бы имел, и все. Вот у меня сейчас принтер 250 тысяч стоит, сломался. Все, это самое... Ну, починить его еще 150 тысяч стоит. Сломался, не сломался. Я скажу завтра его выносить на помойку, выбросьте, и все. У меня к нему вообще равнодушное отношение. Подождите, а что, 150 тысяч ремонт стоит? Ну, да. Ничего себе. А что у него там такое сломалось-то, что у него 250 стоит? Уголовка печатающая. А, ну да, это самое сложное у себя. Да, у вас такой аппарат, но он у вас много потрудился, да? Да ну, наоборот, он мало. Мало, да? Ну, жалко, конечно, такое, я помню. Даст Бог-то че, даст Бог исправит. Я на Господу повою, а там посмотрим. Ну, вы сейчас, это... Вы сейчас тем же занимаетесь, да? Иконами занимаетесь? Ну, так писать-то я уже не пишу, а что есть там? Понемногу. Ну, в основном, в принципе, по большому счету я так уже отошел от этого. Да. Так сильно себя не публикую нигде. Тоже у меня раньше сайт посещаемый с иконами, раньше там и по тысяче человек, и по две, и по три тысячи посещали. А сейчас 120 человек, 200 человек. Ну, то есть я перестал заботиться об этом, раскручивать его сайты. Ну, да, ну, все равно это была хорошая вам прибавка к пенсии. Я устал, я говорю, господи, я на тебя полагаюсь, у меня человек есть, ну, это Алексей, он сколько, говорит, вам надо на покрытие нужды. Я у матушки спрашиваю, я говорю, сколько тебе не хватает до полного пенсиона? Она говорит, ну, 10 тысяч не хватает. Он говорит, ну, я вот, говорит, обязуюсь, ну, помогать, пока есть возможность, буду вам перечислять каждый месяц. Молодец какой он. Господь как делает то, что когда уже отлепляешься от этого, от всего, то есть в этом нужды не видишь, то есть не видишь в этом, как бы, в жизни необходимости, то он сам и начинает все. Но, опять же, я всем вот и говорю людям, то есть я вижу в этом исполнение заповедей о десятине, то есть Господь изливает именно благодать на тех, кто отдает десятую часть от своего дохода. Хоть одну новость хорошую-то скажите. До каких? Мир к огню приготовлен, какие там хорошие новости? Вот же, ну, хочется все-таки во всем этом все-таки... Свет-то должен быть какой-то, хоть немножко, свету. Я, знаете, как мое, я не знаю, опять же, от Бога или от меня, я всегда боюсь говорить, что это от Бога. Я себя представляю вот звонарем на колокольни, я стою сейчас и в колокол бью. Пожар, люди, пожар, спешите, спасайтесь. Я только так вот... А Дима, что-то там... Ну да, это все, конечно, я все понимаю, что... Мне сложно просто так все время жить, я все понимаю, что... Я даже знаю, что улыбаться тут... Ну, у меня тяжело, у меня так сразу такая духовная такая наступает тяжесть. Я пристаю общаться вообще, у меня какая-то начинается... Это неправильно я... Поэтому я не могу долго находиться в каком-то вот таком состоянии. Я это все понимаю. Ну, я, наверное, у меня так уже... Так сформировано мой характер, что я не могу долго... Если меня немножко какой-то радости не узнать вообще... Но самое главное, какая радость? Я все-таки всем говорю, Христос воскрес, это истина. Меня люди часто пишут, ты не отчаивайся. Вот. А я говорю, у меня ни секунды не было у этого ощущения отчаяния. Я вот даже когда попал в эту вот, в свою аварию, да, у меня единственное чувство, что делать дальше. Мне надо какое-то движение вперед, отчаяния, что это за отчаяние. Я... Руки, ноги не работают, я думаю о том, как мне двигаться, как мне приспосабливаться к этой жизни. Вот опять же слово приспособленчество, да, оно иногда бывает таким. С плохим оттенком, а бывает хорошим. В данном случае, в данном случае у вас более-менее оттенок. Но вы могли приспособиться иначе, вы могли бы всю жалость мира на себя скомпоновать. Вся бы жалость мира была бы у ваших ног приспособиться. Вы приспособились иначе. И это приспособление мне более всего нравится. Ну ладно, Сергей, помоги Господи, вам мамульки поклон передавайте статьяне, что дай Бог. Ну и вы сами это лучше, когда уж совсем соберете. Я же помню, я вам сказал, так что уж как-то это, дайте знать, чтобы мы хоть это... Ну, до причастия я хочу вас причистить еще. Так что вы давайте. Как Бог даст, я лежу сейчас, у меня боли невыносимой, температура поднимается опять все, внутри что-то воспаление. Помоги Господи. Ну ладно, будешь. Все, тогда. Простите, если что не так. Простите ради, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...